В Казани открылся новый учебно-лабораторный корпус Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. В сопровождении ректора КФУ Ульшата Гафурова, президента Тарстана Рустам Иниханов, а также почетные гости осмотрели здания, в которых будут готовить врачей будущего. В 2016 году территориальное управление Росимущества по республике Татарстан закрепило право оперативного управления комплексом зданий бывшего Казанского военного госпиталя за Казанским университетом. В течение двух лет были проделаны масштабные ремонтные и восстановительные работы. Внутренний облик здания очень изменился за это время. В корпусах разместили центры стоматологии, имплантологии, учебно-медицинский центр, а также центры, где будут изучать оперативную хирургию и проводить реальные операции. То, что мы сейчас добавляем возможности нашего федерального университета, потому что есть медицинский университет, это только плюс. В республике у нас появляется больше возможностей. Примерами эффективной работы могут стать результаты, достигнутые в КФУ в биомедицинском направлении. На сегодняшний день успешно выполнены в течение года 148 оперативных вмешательств, в том числе 12 сложнейших операций жителям пяти регионов Российской Федерации. Впервые после реставрации учебно-лабораторного кампуса президент Атарстана Рустамин Ханов встретился здесь с медицинской общественностью. Какие шаги нам нужно делать, чтобы укомплектовать персонал, чтобы мотивировать персонал, чтобы обратить внимание на те и иные детали, которые, может быть, как больше использовать те современные разработки или технологии, которые есть в мире, которые мы сегодня уже сами разрабатываем. На протяжении часа врачи и ученые обсуждали современное состояние и будущее медицины с руководством республики. В Казанском университете выстроена новая модель управления медицинским кластером. Создана также новая модель организации работы и самой модернизированной клиники, что позволило нам сделать ряд нововведений, которых не было в присоединяемых медицинских учреждениях. На встрече обсудили практические шаги по совершенствованию всей системы здравоохранения. Мы качественно должны улучшить ситуацию, отношение населения к здравоохранению, вообще профилактику заболевания. Анна Гузнова, Ленарда Влитиаров, Владимир Нелюбин, Универньюз.